ура ура мы получили чек 2 400 от правительства где-то прошло наверное около недели как мы оформились и выдали вот нам такой чек я не хочу показывать его полностью потому что я не знаю какие цифры нельзя показывать вот самое главное вы видите 2 400 вот такое вот было письмо конвертик и внутри был чек мы его обналичим это приходит всем кто сдавал налоги либо за восемнадцатый год либо за девятнадцатый год мы сдали еще только за восемнадцатый год за девятнадцатый не сдавали и вот видите все пришло так что спасибо всем большое но еще да кто получает один человек если он получает больше семидесяти пяти тысяч долларов то такой чек не приходит вот видите мы закрасили все цифры я вам показываю чек это на меня и моего мужа потому что мы делаем ли всегда декларацию вместе поэтому нам не 1200 отдельно а вот вместе 2400 пришло еще раз повторю такие чеки приходит всем всем людям в любом статусе которые делали декларацию восемнадцатом или девятнадцатом году какая сумма 1200 на человека на семью 2400 если бы были дети это еще плюс 500 долларов за каждого ребенка 5 водительские права посмотрите здесь через один даже через два ленточками все закрыто чтобы сидели соблюдали дистанцию пускают только по appointment у большинства маски получаем права народу вот приехали в такс коллектор получать права да и уже уехали в общем что там спрашивают при входе там меряют температуру и дезинфицируют руки маски не просят одевать где-то минут 15 мы уже получили права ну да только надо сказать что мы его назад я их сдал на сдал то он уже давно до получили вот тем не менее сомнения были на то что может год прошел и заново сдавать сказать заново но нет говорит у нас в базе все есть заставили показать советские права они нужны не просроченные хочу обратить внимание российские права где вы написаны иностранными не важен там интернациональный или нет но вы там должны иностранными буквами ну платим плате латинице должны а давай еще скажем что нужно еще нужно два письма или хотя бы одно доказательство вашего адреса да то есть например бил какой-нибудь плюс еще нужна бумага о вашем статусе официальном каком-то официальный статус это подходит например подача либо политическое убежище подтверждающие что у вас приняты документы туристический статус тоже подходит но если его права нет надо сказать что права дают в туристическом режиме как сколько у тебя дал офицер возможность здесь находиться то есть они будут действия на эти права именно этот срок вот например у вас офицер разрешил вам здесь находиться и вы сразу пошли издали на права вот эти 6 месяцев у вас будет окончание действительность этих прав а еще что-то надо а еще может я могу сказать что в флориде если кто не знает сейчас во флориде можно сдавать на русском языке вот да и в принципе это очень удобно потому что я с первого раза сдал но так получилось что на английском я начал сдавать и для меня почему-то были вот эти вопросы которые у меня даже вопросник их не было этих вопрос то есть интересно так получилось что вроде бы я все учил все вопросы учил не попалось это вообще никак не было но я пошел тогда и подал как бы на русский на русском сдавать а на русском вот как раз все было то что и да то что я учил я я сдал без без вообще без одного без одной ошибки можно учить сразу единственное еще хотела сказать что еще естественно нужен паспорт загранпаспорт ну так это если у вас нет загранпаспорт обязательно потому что из него не вообще не прибыли все что связано с машиной не просит ни страховку ничего нет машина вообще роли не играет у вас пришли мы в apple чинить ноутбук чистить его пускают только в масках если у вас нет маски они выдают одну бесплатную вот здесь стоят санитайзеры пожалуйста это millennia mall переустановили систему и это все было бесплатно что радует в apple вот в дождь только что авария произошла сам из логи смотри перед перед нами врезался чувак просто вот об этот бортик так что вроде никто не пострадал хорошо не перевернул ну а мы в даунтауне орландо находимся в дождь разогнал всех демонстрантов вот они идут все до баклевики одна молодежь всем те студенты кому денег заплатили конец за идею ноги и мы идем в гости вообще-то из-за этого на убери из-за этого не смогли пройти до дома в райиску и жизнью сейчас будем проходить через толпу митингующих ну а так в принципе у нас все достаточно мирно в орландо в даунтауне как и во всей флориде более-менее демонстрации мирный сильно не влияние проходим на балкон очень страшно это 23 этаж вы не представляете как страшно с непривычки такой красивый бассейн он находится на девятом этаже плюс там парковка а мы с вами находимся на 23 этаже это даунтаун орландо вот такой красивый вид все в облаках лил дождик недавно даже было предупреждение об урагане но может быть его не будет вот там вдалеке у нас полицейские вообще они заблокировали практически все въезды в даунтаун мы добирались немножко пешком потому что не пускали разворачивали убер такие вот дела вот такая вот красота прям из bedroom очень красиво а вот здесь вот страшнее всего вставляете или вы здесь или вот здесь может это только с непривычки страшно такой столик посидеть побояться короче у меня муж он побоялся даже сюда заходить по небольшой балкончик вот там еще полиция с той стороны посмотрите ведь 23 этажа вы представляете представляете у нас здесь вот такой ураган ураган это короче ветки деревьев падают с неба давайте закроем лучше страшно вот такой вот ураган надвигается на нас в общем вот вы думаете это птица нет эта ветка летит слышите говорят идите домой всех провожают домой пожалуйста орландо даунтаун красивый ночной не лас-вегас конечно и вот такой вот вид с парковки мы собираемся домой урагана так и не было вот такая вот парковочка находится на седьмом этаже ну поехали всем пока это уже океан наверное да это да боже сколько едем мне кажется что ураган пляжи тайтона бич тут очень мало народа парковка бесплатная можно находиться 10 фит друг от друга красный флаг говорит о том что купаться нельзя потому что оказывается там еще есть и фиолетовый флаг посмотрите фиолетовый флаг значит что в океане есть морские гады вроде акул и медуз так что сейчас купаться не очень-то и хочется на самом деле тепло для мусора баки по этой лестнице поднимаемся вот там дальше еще есть лестница здесь вообще проезжать могут автомобили но сейчас им запрещено проезжать вот и цапля прилетела посмотрим дикая цапля или не дикая тут такой ветер я не знаю будет слышно или нет цапля вообще очень близко подпускает к себе вот и тело вот и я но тучи выглядят ужасающе но загорались но тренировались народу видите как мало это здание это общественный туалет здесь есть еще детская игровая площадка здесь хорошо и спокойно у нас есть практически рядом с океаном парковка она тоже здесь бесплатная на этом парке Фрэнк Рэндон парк находится в Дайтоне это бесплатная парковка а здесь можно вымыть ноги или вообще помыться 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 от песка посадиться в машину очень удобно сейчас практически никого нет обычно здесь куча детей а сейчас то вы видите все такое пустенькое но тем не менее океан все равно как всегда очень красивый показалось бы зачем не делать такую красоту просто такая вот арка красивая в принципе никакой функции она не несет в себе просто такая красота